Нарушение закона обнаружили специалисты управления Росреестра по Чувашии. При оформлении прав на индивидуальный жилой дом, государственный регистратор усомнился в достоверности представленных сведений. И как оказалось, не зря. Вот на этой земле по документам в соответствии с законом о дачной амнистии числились постройки, хотя изначально участок был выделен под сад-огород. На самом же деле земля оказалась совершенно пустой. Все эти махинации проделывались для того, чтобы получить возможность льготного выкупа земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. Такое право предусмотрено законом. К примеру, если у арендатора на участке имеется жилой дом на праве собственности, то он может выкупить его не по рыночной цене, а по льготной. Разница там существенная. Одно дело купить на аукционе участок за 1 миллион, а совсем другое всего за 150 тысяч. Люди пользуются дачной амнистией, так как по дачной амнистии не требуется на акт ввода в эксплуатацию со стороны администрации. Соответственно, готовится документ через кадастр инженера, либо получается декларация, если вспомогательное строение. Ну и тут некоторые пользуются, злоупотребляют своим правом, пытаются вот таким образом, получается, лишив муниципальный бюджет определенной суммы, получить собственность в свои участки земельные. На соседнем участке похожий случай. Здесь вместо жилого дома земельные инспекторы обнаружили недостроенное строение, слабо напоминающее дом и абсолютно непригодное для жилья. Арендатор решил вступить в сговор с кадастровым инженером и якобы построили индивидуальный жилой дом. К нам на регистрацию были поданы документы, где говорилось по техническому плану, была предоставлена схема, что это уже готовый для проживания жилой дом. У регистратора возникли сомнения, как можно проживать в жилом доме на 18 квадратных метров. Тем более там никаких хозяйственных построек нет, ничего. И срок постройки очень короткий был. Всего на этой территории стоит 12 таких вот хижин, хотя должно быть 96 настоящих жилых домов. Сейчас арендаторов всех этих участков ждут проверки. А все материалы в отношении кадастрового инженера указанного дома, который подготовил план на этот объект недвижимости, направлены в прокуратуру. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.